Сад восстанавливает. Более стойкие сорта яблок, которые выдержали у нас эту атаку бактериального друга. Старайся их развивать. Ну вот идем, идем. Здесь груши пошли. Лесная красавица, космическая. Урожай, конечно, не такой акти, как в прошлом году было улеплено. Ну кого интересует, вон виноград. Вот смотри, вот у нас на всех грушах, начиная снизу, начинается, начинается то, что я называю, уже уничтожение штамба. Причем, чем ниже, тем сильнее. Вот так. Любую грушу посмотреть. Ну, то есть, вот это вот, как его, растрескивание коры идет, это нормальное явление. Вот на вишне не трескается только, да на березе, потому что там, видно, кора это эластичный очень. Посмотри. Ну вот они, груши. Сейчас уже довольно-таки нормальные налились. А, вот это да. Через две будут уже поспевать. Даже через неделю, может. Через неделю через две. Это кто у тебя? Это есть космическая. А, почему я не узнал? А я не знаю. Погоди, погоди. Не, еще далеко не пахнет. Сейчас, погоди. А что его узнать? У него вот сюда глянь, это самое. Вот я еще его. А, вон он, вон он, вон он. Ободок. А я не видел из-за листьев. Да, да, да. Вон, видишь? Вот он ободок. Все. Вносимическая. И рядом твоя, это самая. Давай моя. Твоя, твоя. Пойдем. Отсюда ее хорошо видать. Она такая цветная. Нарядная Ефимова. И вот даже веточки. Слушай, как получилось, что у меня... Так, только это не Ефимова, а вот эта ветка, это лесная красавица. А почему надо мелкая? Да, это лесная. Да, еще расти, да расти. Она чуть издаля похожа на нарядную Ефимова, только из-за вот этого рубятся. Не, не только. Вот у нее ножка, видишь, сразу с грушей торчит. А у нарядной Ефимова переходит плавно-плавно. Да, ты различаешь. Ну и опять в этом году все мелкое. Мелкое и нарядное. Она в прошлом году была в два раза больше. Посмотри. Как бы ты не поливал, засуха сказалась. Бесполезно. Вот эта вода со шланга, она не спасает. Лишь бы не умерла. Да, лишь бы, да, да, лишь бы сохранить. Формел, ну тоже очень мало. То есть не Формел, это Квинти, Квинти. Квинти. У меня нормально. У меня нормально. Слушай, это как получилось, это такой, это очень деликатный разговор. Смотри. Квинти от Железова, лесная красавица от Железова, Голден от Железова, Персик от Железова, Жуковская от Железова. Как получилось, что Курдимов ни разу мою фамилию не вспомнил? В своем фильме. Не знаю. Ты ему хоть раз сказал, что это от Железова? Нет. Ну почему? Я же говорил, что вот, допустим, вот Голден Железовский. Да и вообще. А он кусочками нарезал и везде убрал мою фамилию. У меня персики, конечно, сейчас могу перечислить даже конкретно, что от тебя, да? Сливы все от тебя. Это три сорта. Чернослив, далее Ника и Венгерка. То есть Ника и Венгерка, они все Венгерки. У них форма продолговатая, грушевидные. Персики. Вот у меня шесть. А пойдем к персика. Ты можешь на ходу говорить? А тебе. Дальше. Вот, допустим, вот он. Гигант Подмосковья, то, что мы называем. Его до сих пор поправлено в реестре нету. Нету нигде. Вот. И в интернете нигде. Как такой сорт уникальный, который мне это... Пожалуйста. Они же выбухивают, ну, не знаю, 600-700 грамм. Да, да, дело в том, что... Минучее вообще у нее это... Мараховская прислала. Брала у матери на даче какой-то народный сорт. Но не может быть народный сорт таким огромным. Да вот, я тоже таких не слышал. Вот. И вот смотри. 540 грамм, самый крупный, который я в руках держал. У тебя мне досталось вот такой черенок на две почечки. Я его привил очень низко. И пошла два побега. И я решил не трогать их. Вот. Потому что, по идее, надо было бы один это раз и одним штабом побегать. И прощай. А я, это, два. Ради чего? Ради черенков, чтобы потом на следующий год срезать еще привить. Давай глянем. Для этих... Для наших клиентов будут черенки? Навряд ли. А, все. Облизнулись. Смотри. Вот эти. Я осенью сфотографирую. Они станут огромными. А? Валер. А? Для особо приближенных один черенок могу выделить. Пожалуйста. Вот. Вот это от дублирующие у меня тоже самое. Вот это самое. Да, у меня найдется два десятка. А что толку один-два? Мраморные. Вот на мраморной есть черенки, но очень мало. В этом году она обильно по ладону носит. Как никогда. Ну, мраморные, ты знаешь, у Жестовских видел. Да. Правда, все, обычно, обычно, обычно. И вот такой огромный лежит плод на выставке. О-о-о-о! Не, они порядочные такие, знаешь, ну, это я вот так показываю. Опять же, год не тот. Год не тот, да. Год не тот. Год она, лесные красавицы, мелкие в этом году. Да, не говоря. А это у меня вторая по крупности. Далее. Рядом там у меня тоже мраморные. Там плодов меньше. И даже из-за того, что, возможно, меньше, там чуть-чуть крупнее они. Здесь вообще забито. А насчет персиков, э-э-э, Константинович, вот мы стоим рядом с персиком. А, кстати, мы же... Ёлки-палки, я свое родное не узнал. Смотри. По поверху гляжу. Ну, они больше под листьями. Если оттуда посмотреть, я подыму, они тут... Смотри. Ну, чтобы все знали, это укровная форма. Ну, глянь, что делается. Это укровная форма. Та-а-а-а-а-а-а-а-а. Да. Продолжение следует...